В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. На втором неочередном заседании депутаты Ленинского городского округа обсудили детали выборов нового главы муниципалитета. Поступило предложение принять решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области. Прошу голосовать, коллеги. Кто за? Собственники одного из частных домов в Расторгуеве решили незаконно увеличить территорию своего участка. Мы просто возмущены тем, что в течение нескольких часов на этой территории построили вот это безобразие. В Развилковской библиотеке открылась выставка под названием «Пушистые портреты». Очень хочется передать вот этот вот взгляд, который притягивает к себе и манит именно вот в диких животных. В начале о главном. Валерий Венцель сообщил о досрочном сложении полномочий и уходе с поста главы Ленинского района. Он прекратил исполнение полномочий по собственному желанию. В своих социальных сетях Валерий Николаевич поблагодарил жителей за поддержку и совместную работу. Вот что он написал в своем паблике. Дорогие земляки, я хочу обратиться к вам с важными словами. С сегодняшнего дня я досрочно слагаю с себя полномочия главы муниципалитета в связи с переходом на новую должность. Мы трудились с полной самоотдачей и достигли немалых результатов. Я благодарен всем членам нашей команды – активным жителям, депутатам, сотрудникам администрации – за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали эти годы. Это порой было непросто, но мы находили решения, которые помогали нашему муниципалитету развиваться. Всегда действовали в интересах людей. Мы работали как одна команда – команда единомышленников, на которых я опирался. И уверен, что преемственность в важных социально-экономических вопросах сохранится. Конец цитаты. Напомним, Валерий Венцель 2011 года занимал пост председателя Совета депутатов Ленинского муниципального района. А полтора года назад был рекомендован губернатором Московской области на должность главы муниципалитета. Временное исполнение полномочий главы возложено на Алексея Спасского, который ранее руководил Каширским городским округом. 22 января депутаты Ленинского городского округа собрались на второе внеочередное заседание. В повестке дня 10 вопросов, и один из них посвящен процедуре выбора главы Ленинского городского округа. О деталях конкурса на должность первого лица рассказала начальник правового управления администрации муниципалитета Галина Благодарящего. Конкурс по отбору кандидатуры на должность главы Ленинского городского округа объявляется решением Совета депутатов Ленинского городского округа. Целью проведения конкурса является отбор конкурсной комиссии из общего числа граждан, представивших документы и допущенных к участию в конкурсе кандидатур для избрания на должность главы Ленинского городского округа. В комиссию по отбору кандидатов на пост главы Ленинского городского округа войдут 6 человек. Три из нашего муниципалитета и еще трех представителей назначит губернатор Московской области Андрей Воробьев. Имя главы округа станет известно 14 февраля. За данный вопрос на повестке заседания проголосовали все присутствующие депутаты. Поступило предложение принять решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Ленинского городского округа Московской области. Прошу голосовать, коллеги. Кто за? Против? Воздержались. На решение принято единогласно. Также на заседании депутаты обсудили структуру своего совета, который состоит из председателя, его заместителей, помощника и организационно-правового отдела. В связи с тем, что у нас, коллеги, наблюдаются прирост населения, работа с избирателями также существенно увеличивается. Кроме того, у нас изменяется численный состав, изменился Совета депутатов. Я предлагаю избрать трех заместителей с возможностью одного на постоянной основе. Сформировали и утвердили депутатские комиссии. Всего их пять. По вопросам бюджета и налоговой политики, транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ и благоустройства, здравоохранения и социальным вопросам, а также комиссия по работе с обращениями граждан и взаимодействию с органами власти. Практикум и сложившийся порядок, при работе Совета депутатов будут возникать также и рабочие группы, и временные комиссии. Поэтому на сегодняшний момент предлагается утвердить постоянные комиссии, перечень членов данной комиссии указан в приложении. Утвердили народные избранники и официальные символы Ленинского городского округа. Вне закона решили действовать собственники одного из частных домов в Расторгуеве. Увеличили территорию своего участка. Буквально за два часа обнесли новые владения забором. Поступок вызвал волну негодования у соседей. Люди обратились на телеканал «Видное ТВ», чтобы привлечь к проблеме общественность и вернуть прежний вид улицы. Помогала им в этом Юлия Пагасьян. Товарищество собственников жилья ДСК имени 12 декабря, что в Расторгуевской части города Видное. Район улицы Центральной. Порядка 300 домов. Тихое, спокойное место среди прекрасных сосен. Своими силами местные жители смастерили здесь детскую и спортивную площадки, живут дружно и мирно. Покой нарушили собственники участка номер 4, дробь 6 по первому Павловскому тубику. В один день они прилично увеличили свою территорию, замахнувшись на муниципальные земли общего пользования. Возводят забор на территории вот этого парка нашего, да, как бы себе пристроили. Еще часть земли как бы, ну, самозахватом занимаясь, мы так посчитали, потому что по-другому это никак не выглядит. Это мы обратились к ним с вопросом. Особо вразумительных мы ответов никаких не получили. Какой-то нужен заезд куда-то со стороны парка, еще что-то. Хотя у них заезд есть с асфальтированного первого Павловского тупика. И нам эти ответы были очень непонятны. Монтаж забора проходил стремительно. По словам местных жителей, рабочих было много и действовали они быстро. Процесс занял всего около двух часов. Возмущенные таким произволом люди вызвали наряд полиции. Участковый зафиксировал показания всех сторон. Мы просто возмущены тем, что в течение нескольких часов на этой территории построили вот это безобразие. С этим надо бороться. И мы просим администрацию помочь в этом вопросе. Линии коммуникации теперь оказались за забором. В случае чего соответствующие службы не смогут к ним свободно подойти и что-то починить. Или вот, например, столбы освещения. Они ровной линией шли до угла улицы. Теперь один из столбов находится также за ограждением. Местные о своих соседях мало что знают. В общественной жизни они не участвуют. С людьми не контактируют. Говорят владельцы, пара пенсионеров, которые и раньше вели себя, как им вздумается. Они тихие, никто не видит. Но, тем не менее, самозахваты у них были. То есть это у них было в планах. Уже осенью у нас было известно, нас поставили перед фактом, что здесь будет вынесен забор. Потому что вот тоя была посажена буквально осенью. И у нас даже на камеру заснято. Ближе к вечеру на место приехал депутат по этому избирательному округу. Гаджимурат Гаджимуратов сразу взялся за решение проблемы. Следующим же утром вместе с председателем товарищества он был в администрации Ленинского городского округа. Оснований для строительства забора никаких нет. Нету договорных отношений, арендных, нету никаких-то оформлений, нету кадастровых действий. Никому не данного права, так как он считает нужным, хапать, захватывать. Это никому не позволено. И в нашем городском округе этого не будет. Местные жители готовы бороться и намерены добиться демонтажа забора. Сколько бы сил и времени это не заняло. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновском детском саду номер 6 «Золотой ключик» прошло необычное спортивное занятие. Воспитанники подготовительной группы не только смогли поучаствовать в веселых эстафетах, но и повторили, как следует вести себя пешеходом на проезжей части. В детском городе дорожного движения побывала и наша съемочная группа. Нет, это вовсе не стандартное занятие по физкультуре. Воспитанники подготовительной логопедической группы детского сада номер 6 «Золотой ключик» приняли участие в необычных веселых эстафетах. Сегодня наши дети смогут показать и проявить себя не только в своей силе, ровности, быстроте и умелости, но также проявлять знания, которые посвящены правилам дорожного движения. 15 подготовишек разделили на две команды водителей и пешеходов. Им предстояло не только быстро и правильно выполнять задания, но и продемонстрировать свои знания правил дорожного движения. Помогал им Карлсон, так удачно залетевший в гости к ребятам. Сперва участники показали, хорошо ли они знают значение дорожных знаков. Осторожно, дети. Главная дорога. Уступи дороги. Езд допрещен. Лежать и полюсцейский. И, как видим, ребята с этим заданием успешно справились. Затем им предстояло поучаствовать в автомобильных догонялках, быстро найти парковочные места, объехать препятствия на самокатах и правильно собрать два светофора – один для водителей, другой для пешеходов. В результате дошколята повторили правила поведения в общественном транспорте, на пешеходном переходе, при переходе проезжей части с самокатом. Цель данного мероприятия – продолжать формировать представление детей о правилах дорожного движения. В принципе, по правилам дорожного движения у нас проходят мероприятия ежеквартально. Сформировать навыки поведения юных пешеходов на проезжей части и в черте города – совместная задача родителей и педагогов образовательных учреждений. Активно помогают им и сотрудники госавтоинспекции. Замечательные такие занятия в детском саду, они плодотворно влияют на поведение наших детишек. Ну, могу сказать, что из 11 дорожно-транспортных происшествий в прошлом году только по вине двух участников дорожного движения детей были совершены ДТП. Остальное все это были участниками виноваты водители. Обе команды показали отличные результаты, поэтому были награждены дипломами участников, памяткой пешехода и световозвращающими наклейками. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВИДНЭТВ. Выставочное пространство Развилковской библиотеки никогда не пустует. Сотрудники приглашают разных авторов, но в приоритете, конечно же, земляки. Сейчас посетители могут насладиться выполненными в анималистическом стиле картинами директора Центра досуга Дроздова Ольги Гавриловой. Подробнее расскажет Наталья Вуслаева. В Развилковской библиотеке открылась выставка Ольги Гавриловой «Пушистые портреты». Главные герои картин – дикие и домашние животные. Наша съемочная группа застала последние приготовления экспозиции. Небольшие по размеру пушистые портреты в рамах за стеклом аккуратно развешивали на стены. В своих работах автору удалось не только передать красоту и выразительность братьев наших меньших, но и показать, что в каждом звере скрываются неподдельные эмоции. Очень хочется передать вот этот вот взгляд, который притягивает к себе и манит именно вот в диких животных. Вот эта вот кошка меня поразила на фотографии своим изяществом. То есть это вот, понимая, что у нее там какой-то происходит процесс, мысль, то ли вот сейчас она куда-то пойдет, то есть заинтересованный взгляд. Именно вот такие фотографии, они вдохновляют. Идея выставки принадлежит заведующей библиотекой поселка Развилка Ольге Колывановой. Меня очень впечатлили портреты животных. И тогда я предложила Ольге организовать выставку ее работ в нашей библиотеке. Ольга согласилась. 20 акварельных картин, представленных широкой публике, были выполнены в рекордно короткие сроки – всего за 4 месяца. Это невымышленные персонажи, у них есть прототипы, но не с каждым героем я знакома, да, а есть фотографии в интернете, наверное, вообще в свободном доступе, когда ты не можешь пройти мимо этой фотографии. Они яркие, они красивые, выразительные, ты понимаешь, что это нужно нарисовать. За плечами Ольги Гавриловой только учеба в художественной школе. Потом увлечение живописью было заброшено на долгие годы. И лишь совсем недавно Ольга решила, что рисование должно вернуться в ее жизнь. Достаточно долго я занималась именно футскетчингом и не ходила никуда больше. Но вот, как оказалось, животное мне интереснее. То есть все-таки, когда ты видишь, что получается именно живой взгляд, то есть это не просто застывшая картинка, а когда ты понимаешь, что рисунок удался. Конечно, лучше всего о художнике говорят его работы. Но в планах сотрудников библиотеки организовать еще и творческую встречу с Ольгой Гавриловой. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Новость из области спорта. Молодежная команда «Спарта НК-2» сразилась в домашнем матче с командой УГМК «Юниор». Это была уже третья встреча этих команд в рамках Суперлиги-1 чемпионата России. Как и две предыдущие, она закончилась победой видновчанок с минимальным разрывом по очкам – 60-59. Несмотря на то, что игры молодежных команд не столь популярны, как выступления взрослого состава «Спарты», баталии здесь не менее азартные. Видновчанки на равных с соперницами провели стартовый отрезок матча, но упустили нить игры во второй десятиминутке, отправившись на большой перерыв с отрицательной десятиочковой разницей – 24-34. Впрочем, такое положение вещей руководство клуба не считает критичным. Мы понимаем, что мы заходим в лигу взрослых команд. Это Суперлига-1, это вторая по рангу лига. И мы понимаем, что мы рискуем не занять призовые места, потому что все играют с женщинами. И наша команда является самой молодой. Тем не менее, третья четверть игры оказалась для «Спарта НК-2» более удачной, и они чуть поправили свое положение. В четвертой десятиминутке за пять минут до финальной сирены «Спартанкам» удалось сравнять результат, а в конце матча вырвать победу с разницей всего в одну очко – 60-59. Мы сейчас работаем на развитие игроков. Наша задача – выявить лидеров, выявить людей, которые смогут в дальнейшем защищать цвета «Спарты» уже в премьер-лиге. То есть для нас молодежная команда – это ступенька для выхода наверх. В Суперлиге-1 чемпионата России участвуют 12 команд. По итогам 25 матчей «Спарта НК-2» находится на девятой строчке турнирной таблицы. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!